Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня у нас в гостях Ксения, она учится и живет в Англии. Об этом в предыдущем видео мы говорили с ней. Кто еще не смотрел, обязательно посмотрите, особенно те, кто хочет учиться в Англии. Ксения, привет! Привет, Маргарита, очень приятно, что я с вами вашим гостем. Я делала три типа виз в Англию. Я делала визитерскую сначала, потом ТР4-депендент, и сейчас я сижу на ТР4, ТР4 – это студическая виза. Изначально все началось с моего молодого человека. Он получил приглашение учиться в университете Англии в качестве аспиранта. Он уехал, а я как бы осталась доучиваться. У меня там оставалось полтора года в университете, в бакалавриате отучиться. И за эти полтора года, пока я его ждала, я сделала самую первую свою визу. Это визитерскую визу. Как известно, есть несколько типов визитерских виз, которые зависят от времени. То есть полугодовая, двухлетняя, и, по-моему, есть еще десятилетняя визитерская. По ней вы не можете работать, вы просто можете приехать в страну и по ней гулять. Я сделала самую дешевую, полугодовую. Мне повезло, потому что я делала ее в то лето, в которое я переходила с третьего курса на четвертый. И когда делаешь визитерскую визу в Англию, например, я так поняла, что нужно показывать визовым офицерам, которые рассматривают заявление, твою привязку к стране. То есть ты поедешь к своему парню, но потом ты вернешься все-таки назад, потому что по визе визитерской ты не можешь оставаться в стране. Дольше, полугода, насколько она у тебя открыта. И так как у меня такой транзитный период был, мне визу дали, открыли. Я, кажется, подавала в конце июня. Через месяц мне пришел ответ. Мне сказали, да, мы дадим вам визу. И все. Я это делала, кстати, в Новосибирске. Я жила в Томске. И мне пришлось два раза ездить. Сначала отдавать физически свои документы в визовый центр, а потом забирать. Но в визовых центрах существует такая опция, как привезти вам назад ваш паспорт с вклеенной визой, чтобы вам не пришлось сильно много ездить. Этой опцией я воспользовалась во второй своей визе, которую я делала. То есть через какое-то время мы с моим молодым человеком поженились, и я уже смогла начать делать визу ТИР-4 Депендент. Студент, который получает визу ТИР-4, если он учится более одного года, то есть либо он в магистратуре учится, либо в аспирантуре, вот мой молодой человек, он учился четыре года, он мог привезти с собой либо своего супруга, либо своих детей. Ну, точнее, и супруга, и детей. И как бы можно также было привезти своего партнёра. Мы проживали вместе около двух лет, но у нас не было каких-то документов, которые могли бы подтвердить наши сожительства, мы просто жили вместе в его квартире. И одним из доказательств того, что вы живёте вместе, это какие-то оплаченные счета на один адрес с двумя вашими именами. Вот я сейчас в Англии живу, и, в принципе, я понимаю, что такое. К нам приходят вот сейчас счета, и на них наши имена написаны, но в России типа такого нету. Вот, и как бы чтобы перестраховаться, ну, мы как бы, мы просто как бы, не для этого, мы просто поженились. Вот, и у меня уже был вот этот документ о заключении брака, и мне не надо было вот всякие такие там какие-то чеки искать, какие-то там счета, вот это вот не надо было уже. Вот, и я подавалась, я помню, в конце марта 2018 года, и уже в апреле мне пришло, как бы, мой паспорт с визой. Ещё я сидела на форуме, всё это читала, потому что это достаточно сложный комплект документов для TR4 или TR4D Dependent, это вообще там очень многое нужно собрать, и сидела на форуме, на котором давали советы по данной ситуации, там, в какой вы находитесь, какие документы нужно предоставлять. И там часто писали о том, что если вы подаётесь в разное время от основного заявителя, вот, ну, в данном случае это мой муж, то вам, скорее всего, визу не дадут. Вот, и я такая, типа, ну, кошмар, всё, там, типа, шансов у меня мало, но я всё равно подамся, но потому что я подавалась, типа, через, по-моему, год или полтора после того, как, ну, вот мой муж физически уехал в Англию, и там уже отучился. Вот, но тем не менее, на самом деле, проблем вообще никаких не возникло, всего лишь месяц ушёл на рассмотрение, тоже так же, как и в визитёрской визе, просто всё, вклеили визу и дали. Вот, но там не вклеивают визу, которая будет у вас там в паспорте всегда, и вы сможете с ней так спокойно, в какое угодно время прилететь, улететь. Это виза, которую дают для депендента, также для ТИР-4, для всех вот типов виз, которые, как бы, студенческие, да, или там рабочие, вам дают такую виньетку, по которой вы можете въехать в страну один раз в какой-то промежуток времени, обычно месяц дают. Вот, и в августе, ой, и получается, в апреле мне пришёл паспорт, и там была эта виньетка. И так как я указала в своём заявлении, что я после учёбы приеду, то есть это там летом, получается, было, мне дали время въехать в страну с июня, по-моему, по июль, что-то такое. Вот, и всё. И я приехала с этой виньеткой на паспортный контроль, мне сказали, да, проходите, и потом уже мне пришлось идти на почту, там специально пришло письмо, где я могу забрать вид на жительство, и мне дали карточку, которой я пользуюсь, вот, с которой я въезжаю и выезжаю из Великобритании. То есть это не внутри моего паспорта, это прям такое, типа, ну, на права на самом деле похоже, такая вот пластиковая карта. Вот, и пока я здесь была в качестве депендента, я всё-таки хотела дальше продолжать свой путь в науку, и решила поступить в аспирантуру. Вот, успешно поступила в аспирантуру. С ТР-4 визой у меня возникла большая проблема, потому что нельзя переключаться с ТР-4 депендент на ТР-4, на обычную студенческую визу в Англии. Нужно вот вне коронавирусные времена по правилам ехать в свою страну, там, ну, собирать все документы и отправлять свои документы вот в своей стране, как вот я делала в Новосибирск в тот же самый, ехать и отдавать документы. И они только уже могут влепить мне снова эту винетку. Вот такая странная глупая система, почему-то, я не знаю. Вот, но так как случился коронавирус, к счастью, получилось, ну, к счастью, государство открыло такую возможность подаваться вот иностранным лицам, таким как я, внутри страны, внутри Англии. И переключаться с ТР-4 депендент на студенческую. Получилась такая возможность, к счастью, к несчастью, все вот эти приемы, пункты документов по всей стране закрылись. И я оказалась в какой-то странной безвыходной ситуации. На визу ТР-4 также нужен АТАС-сертификат. АТАС-сертификат, это на самом деле ничего сложного, ну, особо нет. Когда вам выдают conditional offer, там, в принципе, прописано, чем вы будете заниматься. И вот АТАС-сертификат, когда вы подаете на него, вам нужно просто скопировать то, чем вы будете заниматься, вставить заявление, написать ваше имя, фамилию, и вам какую-то там проверку проведет этот сервис и выдаст этот АТАС-сертификат. Вот, много ума не надо для того, чтобы его получить. Но это нужная, необходимая вещь для того, чтобы ваш conditional offer, в котором вот этот АТАС-сертификат, это одно из условий выдачи вам unconditional offer, вот стал как бы unconditional. Ну и все. И, короче, вот этот АТАС-сертификат фирмы, она закрылась, и она закрылась до июня. Вот. И сразу же, в общем, я, наверное, с мая, получается, каждый день заходила к ним на сайт и обновляла страницу. Открылись ли они или нет. И вот целый месяц они были закрыты. В июне все-таки они открылись. Я подала, ждала месяц этого АТАС-сертификата. Это, в принципе, нормальное время вне ковида даже, месяц ждать АТАС-сертификат. Вот, получается, в июле мне АТАС-сертификат пришел. Я такая радостная, все, теперь мне будет unconditional offer. Я отправляю АТАС-сертификат в университет, а там что-то тоже коронавирус. Люди что-то тоже как-то тяжко работают долго. Я ждала, по-моему, недели две или три, по-моему, для того, чтобы мне переключили мое conditional offer и дали мне unconditional. Вот, то есть именно с unconditional. За вами прямо точно застолблено место в универе, и вы там стопудово будете учиться. Именно оно нужно на подачу на визу. Вот, внутри недели проходит, мне приходит этот unconditional offer. Я такая, ну все, супер. Сейчас в конце июля заполню заявление на визу и получу ее. Вот, я захожу, короче, заполняю. Плачу дофига много денег. То есть само рассмотрение, по-моему, стоит 400 или 500 фунтов. И плюс еще нужно заплатить на все 4 года медицинскую страховку проплатить. И это еще полторы тысячи. То есть я такая радостная, плачу 2000 фунтов. Ну, по местному, данному курсу это где-то около 200 тысяч рублей. И я такая, ну все, круто, все, виза моя. 200 тысяч рублей? Ну да, но если сейчас фунт это типа 1 фунт, 100 рублей, ну получается 2000 фунтов, это 200 тысяч рублей. Вот, я такая, ну как бы заполняю, а у меня ничего не происходит. У меня окошко обычно, когда вы заполняете, там написано, вот вы заполнили, вы оплатили, и сейчас перед вами откроется веб-окно, в котором вы сможете выбрать дату и время. Я обновляю страницу, нифига не происходит. Я ничего не понимаю. Вот, и в конце концов оказывается, что нельзя же выбрать дату и время, и место, потому что все закрыто. Я такая думаю, ну прикольно, конечно. Вот, захожу на сайты, на форумы, смотрю, что же у людей-то происходит, как они решают эту проблему, и оказывается, что государство, оно закрыло всё. Оно закрыло всё, по-моему, с мая или с июня. Никто не может подаваться внутри страны ни на какую из виз. И в них возникают огромные очереди. Люди ждут вот этого окошка, в которое они могут податься с мая. И я уже, конец июлю, Гюля, я понимаю, в какой как бы очереди длинной стою я, и какое там у меня место. И я читаю, что вроде бы, как государство, решило всё это перевести в онлайн-формат, что они делают приложение для подачи вот этих документов. То есть, ну это вообще-то необычно. Надо было изначально мне, для того, чтобы подать документы, поехать в Томск, потом в Новосибирск с этими документами, их отдать, паспорт отдается. Вот, когда вы подаете на визу, вы отдаете свой загранпаспорт. Для того, чтобы туда вклеили виньетку. Ждать месяц этой виньетки, забрать только тогда и ехать уже в Англию. Вот. А тут, типа, вообще из Англии я могу подаваться через приложение. Я так думаю, что это такое за сказка? Вот. Ну и, короче, я жду-жду. Как бы, когда же это приложение, типа, государство сделает? Потому что, как я уже сказала, в конце июля я подалась, этого приложения ещё не было. О нём ходили только слухи. Его сделали в конце августа, по-моему. У меня учёба начиналась 28 сентября. Вот. И я уже на очень больших, сильных нервах. Потому что я визу это, получается, делаю, ну, вот с конца мая, получается. Вот. Целых полгода почти. Вот. Но я жду-жду. И в итоге мне приходят на почту e-mail, говорят, вот, пожалуйста, скачайте приложение и там пройдите там фейс-контроль. Там нужно было показать своё лицо, нужно было там ещё что-то, вот все документы туда прогрузить и отправить. Я всё это сделала, очень довольная была. Это было, по-моему, вот в первых числах сентября или в последних числах, там, 31 или 30 августа, по-моему, я ну, сабмит, кнопку нажала со своими документами. Ну, и всё. И ждала. По-моему, я ждала недельный полторы или две. И мне прямо домой, почтовый ящик, упало вот это вот, это самое, как его, вид на жительство. Вот. То есть мне пришло прямо письмо, туда был вот этот вид на жительство прикреплён. И всё, я его достала и вот по нему живу сейчас. Вот. Такая история. Ну, понятно. Что ещё можешь добавить, Сеня, по визам или не по визам? Ну, я могу только посоветовать, как можно раньше начинать оформлять вот своё заявление. Я бы могла посоветовать, что, наверное, форумы – это одно из вас спасений, если у вас там денег нет. Вот. Если у вас есть деньги, конечно, можно в визовое агентство обращаться. Но я всё сделала сама. Все три типа визы, я просто сидела на форумах и читала. Информация, в принципе, есть о том, как это всё оформлять. Правда, это большая нервотрёпка. Вот. Ну, оно как вовсе, да? Ну, да. Это возможно. Вот. В общем, друзья, кто хочет, тот не тяните. Идите вперёд и делайте этот первый шаг. Да. Удачи вам. Спасибо тебе большое, Ксения. Пожалуйста. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!